Девушки отдыхают Через какой промежуток времени ты его услышишь? Не будет никакого промежутка. Я звонок всегда сразу слышу. Да, Васнецова, хорошо, что ты в этом году заканчиваешь девятый класс и уходишь в ПТЛ. Что еще за ПТЛ? То же самое, что и ПТУ. А буква Эл означает, что там сейчас немного лучше, чем раньше. Какое еще ПТУ? Я хочу учиться в десятом классе. Васнецова, учиться и ты – это слова омонимы. Ну, или антонимы. Ну, короче, точно не синонимы. Вот, вот видите, даже вы не все знаете. А вас в десятый класс каждый год берут. Здравствуйте. Садитесь. Анистеревна, а меня Тамара Ивановна в ПТУ отправляет. Тамара Ивановна, ну, как вам не стыдно? Ну, какое ПТУ? Ну, я же сто раз говорила – ПТЛ, профтехлицей. Почтите. Я не в Эл, не в У. Я в десятый класс хочу. Васнецова, в десятом классе органическая химия. И ты рядом с ней будешь выглядеть совершенно неорганично, прости господи. Вы им всегда говорили, что я – гордость школы. Ну, во-первых, не школы, а школьного стадиона. А это два совершенно разных объекта, прости господи. А вторая для школы важнее показатели успеваемости, а не спортивные, так сказать, достижения. А? У нас ведь школа не спортивная, а какая? Шестьдесят девятая. Ну, ладно, ладно, садитесь пять. Так что мы тебе еще одолжение делаем? Что с более-менее нормальными оценками отправляем тебя в ПТЛ? Что нам за это надо сказать? Прости, господи. Вот, пожалуйста, типичное ПТУ. В смысле, ПТЛ. Жизнь иногда выпускает жало, Стирая прошлое, словно вирус. И кокеисту жена сбежала, И на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, Слезы утри, По жизни идет и смеется. Вот он, смотри, Он самый счастливый из нас, Избранный небесами. Он вам не старый баркас, А фрегас с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда, Его папины дочки. Пара-па-па-па-па-па-пам, Его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, Его папины дочки. Почему чуть что сразу я, а? Кросс бежать, Воснецова. Уборка территории, Воснецова. В ПТУ идти, опять Воснецова. Ну, может, вчителя просто боятся, Что ты не потянешь 10 класс. Зашибись. Боятся они, а в ПТУ идти мне. Ну, а может, мама с директрисой поговорит? Тамара, успокойтесь. Да какая дорожка из крови? Это у меня вчера пакет с томатным соком порвался. Какая милиция? Не надо вызывать милицию. Сержант Петров? Здрасте. Очень приятно. Понимаете, это не кровь. Это томатный... Кто вызвал скорую? Зачем вы вызвали? Тамаре плохо? Так, я сейчас приеду. Только не надо больше никого вызывать. Мама, а ты можешь сходить в школу, а то мне в ПТУ отправляют. А? Женя, не надо никого никуда отправлять. Я же сказала, это обычный томатный сок. Что теперь делать? Кто с директрисой может поговорить? Я могу. Она мне должна. Я ее вчера от смерти спасла. Она сказала, Васнецова, если ты не успокоишься, у меня будет инфаркт. Я успокоилась. Слушай, а почему ты с физруком не поговоришь? Он же на директрису имеет влияние. Точно. Точно. Тем более я ему несколько раз жизнь спасала. Директриса каждый раз перед соревнованиями говорит, если мы не войдем в призера, то я тебя убью. Вот. И еще раз повторяю. Через три дня итоговая контрольная. Васнецова, вы слышали? Какое три дня? Я уже через пять минут все сложу. Повторяю. У вас есть три дня. Венечка, мы же напишем с тобой контрольную за три дня. Веник. Где веник? Вообще-то он второй день уже болеет. Надо уже завязывать с этим пасьянцем. Давай. О, Васнецова, ты что делаешь-то? Дежурю. У нас в классе кто? Всегда хуйзун бьюти тудэй. Я всегда хуйзун бьюти тудэй. Ты английский знаешь? Отлично. Тогда в следующем году мы тебя на соревнования отправим, международное, в Минск. В следующем году? Так у вас с Таисией Кирилловной все получилось, да? У меня всегда с Таисией Кирилловной все получается. А я же протеин пью. Короче, мы позалили физрукоп 15-го ПТУ и договорились. Ты будешь учиться у них, а выступать за нашу школу. Ну как, класс? Эх, мы еще с тобой таких успехов добьемся. Таисия Кирилловной все получилось. Эй, Ник, ты здесь? Не шевелитесь. Идет сканирование. Сканирование закончено. Васнецова Мария Сергеевна. Вход разрешен. Здравствуйте, спасибо. Маша! Маша! Там это она! Тебя сканировал Гена, мой сосед-робот. Я его специально изобрел, чтобы знать, кто пришел. Ох, привет. Винник, послезавтра контрольный, что мне делать? Как я напишу, когда ты заболел? Кстати, как ты себя чувствуешь? Так себе. У меня температура очень высокая. 311 градусов. Сколько? Ну, это по Кельвину, а по Цельсию 38. А по-русски? А по-русски мне очень плохо. Так, Винник, я сама займусь твоим лечением. Я, как староста группы, не могу позволить, чтобы староста группы по контрольной получила двойку. А, ну так давай я тогда изобрету. Не надо ничего изобретать. Твои родители 18 лет назад уже изобрели то, что мне поможет при написании контрольной. Тебя. Значит, так. Мед. Орехи. Чеснок. И чтобы все съел. От такого количества чеснока я умру. Только попробуй. Если ты умрешь, то я тебя убью. Женечка, что с тобой? Ничего. Я же в ПТУ собралась поступать. О, готовлюсь к экзаменам. Похожа я на ПТУшницу. А? Чего-то тут не хватает. А, понял. Какие же нафиг кроссовки к спортивному костюму. Тут туфли нужны. Модные такие, с острыми носами. Ну, чтобы пендаль больнее получался. СМЕХ Э, с таким смехом в ПТУ тебе делать нечего. Смотри, как надо. СМЕХ Я? Откуда это в тебе? Ну, Галина Сергеевна, если бы не ты, я уже давным-давно бы в ПТУ учился. Так что, можно сказать, ты мне жизнь сломала. СМЕХ Да вы что, с ума бы сходили? Жень, какое ПТУ? Я знаю потенциал нашей семьи. Единственный человек, который мог бы учиться в ПТУ, сейчас учится в университете имени Баумана. А что я могу сделать? Я уже говорила и с физичкой, и с директрисой, и с физруком. Говорила она, конечно. А учиться-то не пробовала? Ну, не знаю. Ну, представь, что 10-й класс – это чемпионат мира по футболу. Ну, ты же хочешь на чемпионат мира? Спрашиваешь. Даже больше, чем 10-й класс. Ну вот, все, я буду тебя тренировать. Только мы физические нагрузки умственными заменим. Ну, давай, давай, приодевай свой спортивный костюм и начнем. Смотри, а как же я тренироваться-то без костюма буду? Женя, ты будешь тренировать ум. Когда тренируешь ум, не потеешь, понимаешь? Давай, давай. Ну, пошла. Давай, начнем. Так, не потеешь. Еще как потеешь. Генн, привет, это я, Маша, не сканируй меня. Спасибо. Ой, здрасте. А вы кто? Маш, ну, кем, по-твоему, может быть человек в белом халате? Э-э, не знаю, продавцов в мясном оделе. Хотя у продавцов на шее вот нет такой штучки. А-а-а! Так вы врач! Супер! Вы, наверное, пришли закрыть больничный Вениамин. Ну, я угадала? Девушка, по-вашему, здоровый человек может выглядеть так? Ну, не знаю, внешний вид Вениамина не имеет для меня никакого значения. Мне главное, чтобы он был здоровенький, крепенький, и послезавтра смог написать контрольную. Послезавтра? Угу. Вы что, в лучшем случае через неделю? Мед и чеснок. Да. Это, конечно, хорошо. Но не в таком же количестве. Так и знала, что этого будет мало. Этого мало на все общежития бы хватило. В результате к его ОРЦ от вас добавилась аллергия и изжога. А от меня неделя постельного режима. Неделя? И что теперь делать? Ничего особенного. Полный покой и побольше чая. Только без меда и чеснока. Да-да. Так, побольше чая. А, так. О! Так. Нет, врач сказал, побольше. Ты что делаешь, а? О! Веник, не поднимайся, врач сказал, тебе нельзя подниматься. Полный покой. Так. Подожди, подожди. Где у тебя кипяток? Маша, а почему ты не заболела? Лежала бы себе сейчас в полном покое и не думала бы ни о какой контрольной. Точно. Веник, ты все-таки гений. Я срочно должна заболеть. Держи. Заболеть. Все. Я больше не могу учить эту физику. У меня уже мозг болеет. Конечно. Когда спортом долго не занимаешься, мышцы болят. Вот и с мозгом так же. Значит, надо сделать массаж для мозга. Разогнать молочную кислоту. После законов физики. Лучший массаж для мозга – это... задачки по физике. Давай, давай, Женя, давай. Чему равен икс? Физичка ждать не будет. Все. Давай, давай, давай. Что, это все так фигово? Почерк фиговый. А ответ? Очень даже не фиговый. Он правильный. Ты сделала это! Да! Молодец, я тебя ждала. У тебя такие успехи в такое хорошее время. А ты, оказывается, можешь учиться. Ну, могу. Ты, главное, маме об этом не говори. Кто здесь лучше всех знает 36-й параметр по физике? Я! Кто достанет учиться в 10-м классе? Я! Кто здесь так орет? Маша, ты что делаешь? Представляю заболеть. Судя по твоим действиям, ты уже не очень здорова. Я хочу быстренько заболеть, а у меня от этого льда... Только голова раскалывается. На, выпей. Скоро головная боль пройдет, и ты попробуешь простудиться на здоровую голову. Да не понимаешь, у меня послезавтра контрольная, а веника на ней не будет, потому что он простудился. Заболел перед контрольной? Хоть чему-то полезному от меня научился. Он по-настоящему заболел. Значит, не до конца научился. Надо будет его навестить, и заодно объяснить, как правильно болеть, не болея. Но, Женька, помоги мне срочно заболеть. С удовольствием. Вот раньше ты возмущалась, что я на тобой издеваюсь, а теперь сама просишь. Тогда верчем? Прям сейчас. Ты что? А, еще кое-что забыли. Так, были ноги в тепле, голова в холоде. Теперь попробуем наоборот. СМЕХАЕТСЯ КРИКИ СМЕХАЕТСЯ КРИКИ КРИКИ Ну как, нравится? СМЕХАЕТСЯ Ты будешь писать контрольную. Маша, тогда выйду! А может, я уже заболела? Маша, заболела — это когда... Вот это заболела, а не... Выходи! Ой, мамоченька... Даш, а может, не надо? А? Надо, Маша, надо. Ой... Только... только ты уж осторожнее, ладно? Ой... Ой... КРИК Кто хочет ответить? Васнецова, ну выйди уже! Нет! Я не выйду, я ответить хочу! Мне же нужно оценки исправить! У тебя и так замечательные оценки! Три-три-два-три! Если ты их исправишь, тебя никто в ПТУ не возьмет! Симаков, чего сидишь? Ты в десятый класс собираешься? Собираюсь. Так иди оценки исправляй! У тебя ж два-два-три-два! СМЕХ Ну? На улице что так тепло, Маш? Нет, да, я теперь загаленная, спасибо Даше! Ой, а хочешь я прямо сейчас килограмм льда съем или замороженную курицу под майку засуну? Нет, нет, не надо курицу, я еще от меда с чесноком не отошел! Винник, я придумала! Ты должен передать мне все свои микробы! СМЕХ Нет, даже не так, да! СМЕХ Что ты делаешь? Все микробы должны попасть в цель, чихай! Нет, нет, не веду, это не гигиенично! Контрольная, важнее гигиена, чихай! Не буду! Ну, тогда кашляй, кашляй на меня, давай вот так! Кхе-кхе-кхе! Маш, пожалуйста, не кашляй на меня, а! Тебе что, микробов жалко? Ничего мне не жалко, просто кашлять и чихать на другого человека, это же не гигиенично, Маш! Не гигиенично, а целоваться-то гигиенично! Вот так, ой! СМЕХ О-о-о! Маша! Даша! Так значит, вы теперь вместе болеете, да? И как же называется эта болезнь? Подожди, Даша, подожди, это совсем не то, о чем ты подумала! А зачем ждать? Я с вами, Веник, болеть не собираюсь! СМЕХ Ой, дура! Вениамин! О! Вижу вам лучше! Вы уже на ногах? СМЕХ СМЕХ Это не то, о чем вы подумали! СМЕХ Вениамин, вы выбрали самое лучшее лекарство! СМЕХ Простите, будьте здоровы! СМЕХ И что, тебя так и не вызвали? Физрук вызвал, просил повесить канат и поставил очередную пятерку! Мам, представляешь, Женя впервые сама выучила физику! Да что там физику, она сегодня впервые сама попросилась в доске! СМЕХ СМЕХ А может, может, мне на роду написано, что мне надо в ПТУ учиться? Вот, вот тут, например, линия кривая есть, может, это линия ПТУ? СМЕХ Но! Я не позволю, чтобы моя дочь училась в ПТУ! В конце концов, Билли о правах еще никто не отменял! Это в Америке Билли о правах никто не отменял! А в России его еще никто не принимал! СМЕХ Мы будем бороться! Правильно! Надо было физику сразу через бедро и болевой, чтобы не учить этот тридцать восьмой параграф! Нет, Женя, никакого насилия! Мы же интеллигентная семья! Правда, Пуговка? СМЕХ Да, мамочка, пойду пальчик помою! СМЕХ Вот, Таиса Кирилловна, полюбуйтесь! Так, это что такое? Мы объявляем голодовку! СМЕХ Да вы что? Это же новые маты! Мы их только купили, на них нельзя лежать! Ну-ка, быстро все вставайте! Никуда мы не встанем! И наши требования, Женя должна учиться в десятом классе! Угу! Я не буду ходить на уроки пения, пока в десятом классе не будет учиться Воснецова Евгения! А я перейду в тридцать четвертую школу, и единственная золотая медаль будет у них, а не у вас! А после окончания бауманки к вам в школу учителем физики придет работать наша Маша! И хана вашей физики! Хана! 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 Даша, на твоем месте я вообще бы помолчала! А почему-то вы затыкаете ей рот! Мам, это все потому, что я черная! Дискриминация по цвету одежды! Позор! 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 Мама, мне больше нравилось кричать хана! Ну, как ваша Женя будет учиться в десятом классе, если она самого элементарного не знает? Знаю! Если от класса до звонка тридцать метров, то звонок я услышу через одну десятую секунды! Так, стоп! Вот это я не поняла! У нас что, звонок бракованный? Задержка звука? Дариса Кирилловна, помолчите! Я же в вашу химию не лезу! Так, стоп! Что значит помолчите? Женя Васнецова правильно решила задачу? Одна задача ничего не доказывает! Она не знает закон ОМА! Ха! Знаю! Сила только прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению! СОПРОТЕВЛЕНИЮ! СОПРОТЕВЛЕНИЮ! Тамара Ивановна, а это действующий закон? Ну, он одобрен там министерством образования? Да! Дети, вы все сейчас слышали закон ОМА? Да! Сможете подтвердить его в суде? Да! Стоп-стоп-стоп! Какой суд? О чем вы говорите? Дети, немедленно забыли закон ОМА и домой! Уроков сегодня больше не будет! Ура! СОПРОТЕВЛЕНИЮ! Людмила Сергеевна, мы же с вами интеллигентные люди! Может быть, мы без суда договоримся? Таиса Кирилловна, вы же сами говорили, что у Васнецова в десятом классе делать нечего! Конечно говорила! Я имела в виду, что ее нужно перевести сразу в одиннадцатый! В одиннадцатый? Я согласна! Жень, ты что, какой одиннадцатый? Ты же знаешь, всего один параграф по физике! Вот для десятого класса это нормально! Ну, хорошо! Пусть учатся в десятом! Ура! Ура! Победа! 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 Так, стоп-стоп-стоп-стоп! Что это такое? Это еще один какой-то дурацкий, что ли, физический закон? А объем равен объему? Нет! Это наш закон! В это Васнецовы, а Васнецовы равно Победа! 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 Ну, мантики, ну помогите кто-нибудь написать контрольное! Если успеем, поможем! Если успеем! Вот Веник всегда успевал! Кто вас вообще бы набирал в университет, бездаря? Ребята! Должен вас огорчить! Но контрольной работы сегодня у вас не будет! Ура! А-а-а! Так жалко! Знаете, я всю неделю так готовилась! Да, ну извините, Васнецова! Но ваш преподаватель заболел! Подхватил какую-то заразу в вашем общежитии? СМЕХ Ну, Веник! Все-таки помог! Настоящий друг! СМЕХ Ну что, поедем? Пойдем уроки делать! Зачем? Задача на сезон уже выполнена! Я в полуфинале! Ну, то есть в десятом классе! Так что девятый класс может заканчивать второй состав! Пуговка! А хочешь за меня закончить девятый класс? А? Да! СМЕХ О! Значит так! Я как главный тренер заявляю, что в девятом классе до конца сезона будет играть в смысле учиться основной состав! Если он попробует учиться в полноги, то я отправлю его во вторую лигу! То есть в ПТО! Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон»